Всем привет! В эфире Металл Детектор. Друзья, как известно, конец года не самый урожайный период на новые релизы. Но мы-то всегда найдем что-нибудь интересное. Так что сегодня в обзоре вас ожидает много новой и реально достойной музыки. Смотрим! Открывает обзор мощная мелодик Metalcore команда из Франции, выпустившая новый мини-альбом. Группа существует довольно давно, с 2008 года, однако кроме этого диска у команды на счету, к сожалению, лишь один полноформат. Что сразу же бросается в глаза при прослушивании новой работы, так это яркая индивидуальность треков, проработанные музыкальные партии и отлично вписывающийся сильный вокал. Минус только один. На альбоме, считая интро, всего лишь шесть композиций. Продолжение следует... Группа из Дании, исполняющая Z-Trash Metal, выпустила вот уже девятый полноформатник. Под нынешним именем команда существует с 98-го, но вообще проект был создан в начале 90-х. Нет ничего удивительного, что за это время состав команды видоизменялся не раз. Однако это не помешало музыкантам записать новый и, пожалуй, самый интересный в своей истории альбом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А на очереди молодая британская банда, исполняющая альтернатив Modern Metal. Это дебютный полноформатный альбом парней, на который они поместили самые лучшие композиции группы, исполняемые на своих концертах. Диск пропитан мощной энергетикой и драйвом и удался музыкантам на все сто. Субтитры сделал DimaTorzok Мелодик Dead Metal группа из Японии выпустила третий полноформатный диск. Новый альбом, равно как и ранние работы коллектива, получился интересным, забойным и очень мелодичным. Бодрые ритмы, сильный вокал, красивые и сложные гитарные рифы и, конечно же, просто потрясающие солики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А нас продолжают радовать славянские команды, и на очереди мощная группа из Словакии, исполняющая качественный прогрессив мелодик Dead Metal. Коллектив существует с 2010 года, и это его второй полноформатный диск, состоящий из глубоких, сложных и очень интересных композиций. Кстати, на эльфийском языке твения, разработанном Джоном Толкином, название группы означает «Тьма». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивый и реально достойный дебютник выпустила отличная, хоть и совсем молодая, украинская команда, исполняющая Готик Дум Металл. Этот проект был основан в 2014 году ударником и автором музыки Евгением Шамарином, а чуть позже к нему присоединился вокалист Максим Ильешенко. Альбом был записан при помощи гостевых музыкантов, однако сейчас участники группы собирают полноценный состав для живых выступлений. Пожелаем удачи этим талантливым парням! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и напоследок широкоизвестная в узких кругах австрийская группа, также исполняющая Готик Дум Металл, правда в немного более легкой его форме. Команда была образована в далеком 93-м, и это уже восьмой полноформатник этого замечательного коллектива. Стоит отметить, что с момента выхода предыдущего альбома прошло целых семь лет, и звучание команды стало заметно спокойнее и лиричнее. Но общее настроение и потрясающий вокал никуда не делись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на сегодня это все. Наши партнеры. Агрессивные рокеры, рок и зок, рок религион, институт рокеров, институт благородных рокерш и рок-мем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok